Привет, друзья! Сниму для вас наш огород. Вот у меня работники тут работают. Наемный труд. Даже бесплатный, я бы сказала, использование пенсионного и детского труда. Мам, чё, как урожай смородины? Урожай отличный. Вот от соседей. Вкусовые качества хорошие. Лезет от соседей к нам смородина. Делает тень. Но с другой стороны и урожай дает. Дариша, рвем... На что мы рвем смородинку? Для чего? Для пирога. Сделаю заливной пирог со смородиной. Зеленую не рвите, ее еще полным-полно везде. Малина тоже спеет, но у нас ее немного. Вот, понимаете ли, помидоры. У нас теплицы нету, поэтому и помидоры, и перцы растут в земле. Поэтому перцы, но вот здесь еще не цветут, в другом месте начали цвести. Помидоры начали уже расти, скажем так. Появились огурчики, и понемножку собираем. Вот сегодня сорвала кинзу. Вот эта кинза, три рядочка, нарвала, помыла, буду резать и замораживать. Базилик, сельдерей понемножку. Тоже рвем, кушаем. Зелень мы эту всю любим. Вон какая прекрасная. Как она? Свекла. Еще никто ее даже не погрыз. А вот рукола, моя любимая, вот ее кто-то тут грызет. вон все листики в дырочках. Ни одна я ее люблю. Кто-то просил снять нашу молодую черешню. Ну вот это как бы самая взрослая из наших. Четыре года уже как посажена, такая большая, обрезаем ее и подкармливаем, пока ягод не дает. Здесь вот по-моему два года назад посаженный виноград. Четыре лозы. Ну тут уже урожай будет. Вот они кисточки растут. Тут все в порядке. Так тут ага вот перчик, который начал свести. Здесь два огурца, которые плодоносят. Уже срывали мы огурчики. удивительное дерево персик, посаженное в прошлом году. Метр, наверное, не выросло, а уже вон сколько завязи на нем. Второй персик, наверное, это другой сорт. Выросло за этот же год на два метра. На два метра. Тоже есть персики, но совершенно не так много, как на том персике. Помидоры я покупала разные, индетерминантные, короче, высокие и маленькие, не замудряю сильно. Несколько сортов, какие будут плодоносить, какие нет, не угадаешь. Вот здесь огурцы, которые китайские, салатные, они здоровые растут. Ну, хоть поливаем каждый день, срывали парочку. Какие-то они закрюченные, тонкие, не очень. Ой, как хорошо, были облака, теперь не только облака, но и дождик стал брызгать. Это приятно после жары. Ариша пошла рвать горох. Что-то смородина не понравилась, жуки там какие-то, да? Да, облупили всю. Едят нашу смородину? Да. Угу, ладно, рви горох. Горох уже начинает желтеть, надо его рвать срочно. Правильно? Вкусный? Да. Не стал еще твердый? Нет, еще не стал, но будем рвать и есть. Черешня у нас посажены еще две штуки, якобы поздний сорт и ранний. Но так как ей два года, от нее мы еще ягод не ждем. Здесь груша тоже два года, уже пару груш срывали. Слива очень быстро заплодоносила, тоже, наверное, на второй год после посадки. Помните, я весной снимала весь наш сад и огород, и все цветы были льдом покрыты. был дождь, потом как-то похолодало, приморозило, что ли, и волновались, вырастет ли все или померзнет. Нет, ничего не померзло, все растет. Вот это вторая черешня, малина, все было во льду. Теперь все как бы более-менее растет и даже плодоносит. Это цукини, которые уже вовсю растут, набирают вес. Мы уже начали их срывать и кушать. Пока молоденькие, очень нежные, замечательные. Ой, да много, и что-то их насадили. Ну, вишню снизу почти все оборвали, дерево огромное. Наверху еще есть. Ариша, если хочешь, можешь подставить лестницу, стремянку. Ну, и что? и полезть, обрывать ее. Оборвать ее.